Никогда не делал из себя супергероя. 16 декабря легендарный телеведущий Юрий Николаев отмечает 70-летие. Популярность его программы «Утренняя почта» до сих пор не превзошло ни одно телешоу. О том, как удержаться на вершине, не потерять друзей и воспитать учеников, юбиляр рассказал известием. Окончив актерский факультет ГИТИСа, думали ли вы, что судьба ваша будет связана с телевидением? Я патриот, но не крикун, актер Дмитрий Нагиев о чувстве родины, собственной брутальности и смене амплуа, никогда не думал о телевидении. Считал, что актерская профессия свяжет меня с театром и кино. Мне повезло. Худрук театра и эмбаз, Пушкина Борис Никитич Толмазов взял меня не просто в труппу, а на роль. Моей партнершей была Вера Алентова. Можете представить, какое это счастье для молодого артиста. Свершилось то, о чем мечтал. Театр есть, кино тоже главная роль с Николаем Афанасьевичем Крючковым в фильме «Большие перегоны». Я был всем доволен. Что изменило вашу судьбу? На тот момент телевидение было перспективным делом. Какие там перспективы? К телевидению я относился как к возможности заработать. В театре получал 85 рублей. На тот момент мы с Элеонорой только поженились. Жена училась, ее стипендии моей зарплаты было маловато. В 1975 году меня пригласили в штат отдела дикторов центрального телевидения и сразу предложили 150. Фото. ТАСС, Татьяна Кузьмина, ведущая телепрограммы «Утренняя звезда» Юрий Николаев. «Культура» — это институт развития, художественный руководитель театра мюзикла Михаил Швыдкой о миссии искусства, рэп-опере на античный сюжет и своем сценическом дебюте два месяца мучительных размышлений, советов с друзьями по театру, дались мне трудно. Одни говорили «переходи», другие «ты же репетируешь сейчас роллера в «Разбойниках» Шиллера». «Как ты уйдешь?» Но все-таки я сделал этот шаг. Но если бы не «Утренняя почта», ничего бы на телевидении меня не удержало. «Утренняя почта» была самой популярной программой на советском телевидении. В воскресенье в 10,45 люди откладывали свои дела и садились перед телевизором. Было такое. Как-то я пытался подсчитать, сколько эфиров было. Более 700. А сколько артистов через передачу прошло? Если артист пел в «Утренней почте», он как бы получал сертификат. Его можно было приглашать на гастроли. Участие в программе было показателем качества. Кто принимал решение, годен ли артист для программы? Среди наших идей создание театрального квартала Владимир Машков о будущем театра, «Зеркалах» и «Матросской тишине», худсовет и главный редактор музыкальных программ центрального телевидения. При мне их сменилось четверо. Я не всегда был ведущим. В какой-то момент решил стать режиссером и автором. Со мной работала команда редакторов. И мы решили потихоньку уйти от тривиальной передачи по заявкам телезрителей. Придумывали разные сценарные ходы. Например, где-то главным героем был почтальон Печкин. Была программа по мотивам фильма «Белое солнце пустыни» итальянского сериала «Спрут». Недавно пригласили меня на канал «Ностальгия». У них есть большой архив наших передач. И в эфире они показали мне то, чего я не видел с времен утренней почты. Был приятно удивлен, что многое сохранилось. А еще приятнее, что было множество звонков и из России, и из-за рубежа. На фоне современных телешоу не кажутся ли ваши программы наивными? Тогда они были совершенно новаторскими. На экране был человек не в костюме с галстуком. Он ничему не учил. А наоборот старался посмеяться над самим собой. Самоирония одна из причин, по которой мы нашли общий язык с телезрителями. Никогда не делал из себя супергероя. Лучше мы вместе посмеемся над ситуацией. Над моим одеянием на этом строилась программа. Теперь каждый артист мечтает о телешоу. Но карьера Аллы Пугачевой начиналась без поддержки телевидения. Тогда кто-то думал, что эта певица пришла надолго. Нас ведут необъяснимые чувства народный артист РСФСР Александр Збруев о своем 80-летии, отношениях с театром и жизнью, когда я делал свои первые шаги на телевидении, Алла уже была звездой. Она спела Орликина, победила на Золотом Орфея. В то время не задумывались, надолго ли кто-то пришел. Разве я мог подумать, что утренняя почта будет в эфире так долго. А когда задумал утреннюю звезду и подбирал команду. Не думал, что она даст старт многим звездам. Да и на долгожительство тоже не рассчитывал. Но года три просуществует и хватит. И вдруг 14 лет. Обойму суперталантливых мальчиков и девочек. Взятки вам предлагали, чтобы попасть на передачу? Конечно. Не за то, чтобы попасть в эфир, а за то, чтобы победить. Мне очень легко было работать с детьми и очень трудно общаться с их родителями и руководителями. В какой-то момент я решил издать два приказа. Первый, если родители или руководители коллективов будут замечены в попытках привлечь мое внимание, я имею право отстранить ребенка от участия в конкурсе. А второй приказ был о внешнем виде артиста. Вы себе не представляете, какими приезжали малыши, помада, накрашенные ресницы, каблуки. Почему-то взрослые считали, что артисты непременно должны быть с макияжем. И мои девчонки порой в последний момент перед выходом на сцену вели артистов к умывальнику. Николаев. Ведущий телепередачи «Лестница якобы в Москве» Якоб Долин, ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев и участники шведского дуэта «Джимини Карин» и «Андерс Гленмаркфото», «Вия новости», «Евгений Беятов» этими приказами я оградил себя. И ко мне уже боялись подойти с подобными предложениями. Уже после съемок могли отблагодарить банкой огурцов или коробкой конфет. Не надо списывать со счетов наше поколение и народная артистка России Елена Яковлева о ролях для взрослых девочек. В продолжении Каменской и торжестве здравого смысла, недавно Ирина Понаровская рассказала, что вы называли нашу эстраду китайским хит-парадом. Мол, нас на Западе не знают и зачем из себя строить звезд, когда там наши имена, как китайская грамота. Я и сейчас могу повторить это. Поначалу наши артисты пытались завоевать Запад. Выезжали в Европу, в Америку. После давали интервью, какой успех там был. На самом деле, они выступали для наших эмигрантов. Кто действительно достиг мировой популярности, так это группа Тату. Только эти девочки и их продюсер поставили пол мира на уши. И чтобы быть понятными, пели они на английском. Но у Аллы Борисовны был альбом, записанный в Стокгольме. По тем временам это тоже было достижение. Аллочку шведы знали и очень любили. У нее был тур по этой стране. Шведы подходили к советской артистке и просили автограф. При этом Алла пела по-русски большинство песен. Для 1985 года это уникальный случай. Сейчас подобное повторил разве что Витас, который мегапопулярен в Китае. Дурак тот, кто садится к телевизору учить биологию. Почему Игорь Прокопенко занялся шокирующими гипотезами и не отвечал критикам благодаря тем гастролям Аллы, в 1986 году на Центральном телевидении появилась первая советско-шведская передача «Утренняя почта» в гостях у лестницы Якоба. Популярный ведущий Якоб Долин, мы звали его Яшкой, так загорелся нашим сотрудничеством, что было записано несколько программ. Коллеги говорят, что вы человек добрый при всех заслугах и популярности, не сно, чего не скажешь о нынешних звездах. Да, отношение к собственной персоне сейчас несколько поменялось. Я всю жизнь боролся с самокопанием, самоедством, самоанализом. Хотя самоанализ все же необходим, но до определенной черты. Когда он переходит в самоедство, это плохо. Мне кажется, что многим звездам это чувство незнакомо. Обзавелись картежами машин, охраной, штатом обслуги. Они считают, что все что они делают прекрасно, и все тащится от них. Мне это непонятно и неприятно. Потом, не забывайте, сейчас есть такое дело, как пиар. Я никогда надумал, чтобы пригласить агента, который бы занимался моим продвижением, создавал образ. Все, что мы делали, было интуитивно и искренне. Николаев. Телеведущий Юрий Николаев и певец и композитор Юрий Антонов перед юбилейным концертом Ю. Антонов в Государственном Кремлевском дворце фото. ТАСС, Наталья Колесникова, пиар и пресса могут существенно повлиять на судьбу артиста. Театр и есть моя жизнь, народный артист России Игорь Верник об отношении к юбилейным торжествам, непростом пути в МХТ и поэтических амбициях, конечно. С Юрой Антоновым мы дружны с середины 1970-х годов. Когда-то в 1980-х он попал в сложную ситуацию. Ему закрыли все, телевидение, радио, гастроли. Раньше достаточно было одной статьи в советской культуре, чтобы судьба артиста была решена. Сейчас сила воздействия прессы не та, а то, что пишут, надо делить на тысячу. Кому болезнь припишут, кому слова, которые не говорились, что и произошло с Лаймой Вайкули и Софией Ротару. Вот решили, что они не едут к нам на Новый год из-за санкций. Но надо же поставить себя на их место. В этой дурацкой политической ситуации артисты находятся в очень неловком положении. У вас много друзей? Думаю, много. Обычно все говорят, что достаточно двух-трех друзей на всю жизнь. Но есть друзья, с которыми я знаком со школьной скамьи. И они занимают особое место в моем сердце. Говорят, дружба понятие круглосуточное. Моим друзьям я могу позвонить ночью. С годами я стал много бережнее относиться к друзьям, да и вообще к людям. Старался не терять, а приобретать. Если я чувствую, что мы смотрим в одну сторону, дышим одним воздухом, значит это мой человек. Ведь с другом можно просто молчать. Ваш коллега Александр Масляков сумел сделать бизнес из своей программы КВН, а вам сам Бог велел стать главным продюсером звезд. Николаев. Юрий Николаев фото известия Зурабджи Вахадзё. Ну да у Александра Маслякова монополия, целый концерн. Рядом с ним вовремя оказались юристы, команда поддержки, направившая его в нужное русло. А мне говорили, Юра, если бы ты подписывал договор с каждым, кого выводил на сцену, ты уже был бы богатым человеком. Я думал об этом, но не созрел. Но способность прощать это состояние души и сознания народный артист России Сергей Гармаш о новом фильме, силе воспоминаний, штампах кинематографа и возвращении на чистые пруды еще меня остановило то, что журналисты заклевали бы, рассказывая как Николаев эксплуатирует детский труд. А сейчас это совершенно обычное дело. Я тоже мог бы подписать контракты с родителями, с руководителями музыкальных коллективов, но не случилось. Да что говорить, не люблю сослагательное наклонение. Хотя делать меня альтруистом, конечно, не надо. Я производил программу «Утренняя звезда», которую продавал первому каналу. Что-то из заработанного оставалось мне, что-то шло в дальнейшее производство. Вы любите юбилеи? Не сказал бы. Очень нервничаю и переживаю. Сейчас готовлю встречу с друзьями в Крокус Сити Холля. И меня поставили перед дилеммой, как вместить в хронометраж друзей, которых я люблю, с кем прошел длинный путь, кого вывел на сцену. Многие из них придут уже со своими детьми. Время летит быстро. Будут Валерия, Ани Лорак, Юлия Началова, Влад Топалов, Сергей Лазарев. Кстати, раскрою вам секрет, на этом концерте состоится воссоединение группы СМЭШ. Вам не по статусу самому хлопотать. Не получается. Все надо перепроверять. Я перфекционист. И в деле гиперответственный. Это свойственно стрельцам. Вы верите гороскопам? Свою судьбу подстраивать под гороскоп не пытаюсь. Отношусь к этому скептически. Я человек православный. Верю в судьбу, не в гороскопы. Справка известий. Юрий Николаев в 1970 году окончил ГИТИС по специальности актер театра и кино. Работал в театре им, АЦ, Пушкина. С 1975 года в штате Центрального телевидения Гостелераде СССР в отделе дикторов. В том же году начал вести передачу «Утренняя почта». В 1991 он создал программу «Утренняя звезда», бессменным ведущим которой работал до 2003 года. Регулярно принимает участие в различных телешоу и праздничных концертах. Народный артист России.